Привет, с вами Юля и сегодня я вам покажу, как без использования швейной машинки сшить защитные маски и сделать их милыми. На этом шаблоне указаны стандартные размеры масок и выкройку вы сможете легко перерисовать. Шить маски буду из флиса. Материал очень мягкий, комфортный и через него легко дышать. По шаблону вырезала детали для двух масок и для них нарисовала дизайн. Вырезанные элементы из бумаги нужно перенести и вырезать из фетра. Теперь эти части из фетра фиксирую на заготовке маски. И так как я использовала фетр на клейкой основе, обратная сторона без швов. Таким же образом оформляю и вторую масочку. Далее на изнаночной стороне делаю защипы, это для того, чтобы маска была более объемная. Прошиваю эти защипы и вот такой объем получается. На следующем этапе я использовала белую ленту и пришила ее по краям обмёточным петельным швом. В общем маска готова и очень здорово выглядит. Получилось аккуратненько и очень мило. В этом видео маска станет очень маленькой, а еще покажу как сделать мини-мыло с пузырьками и антисептик. Разбавим карантин хендмейд миниатюрой. Для маски нужно раскатать тонкий пласт нежно-голубого цвета. Отрезаю края до тех пор, пока не получится нужная форма. И да, это полимерная глина. А вообще можете использовать любую массу для лепки. Добавляю еще 2 тонких полоски и шилом продавливаю 3 линии на прямоугольнике. К боковушкам тоже прижимаю по белому жгутику и подравниваю их. Когда все красиво и ровненько, шилом продавливаю точки на белом контуре. Если вы, как я, лепите из полимерной глины, будем запекать заготовку в духовке. Тем временем сделаем антисептик. Формирую прямоугольник и подравниваю, чтобы стороны и углы выглядели максимально ровными. Далее хочу добавить белую полимерную глину, которая после запекания станет слегка прозрачной. Из нее также формирую квадрат и выравниваю стороны и углы. Следите за тем, чтобы размер подошел к предыдущей детали. Если все подходит, соединяем их. Снова отрезаем стороны. И переход получается плавным. Далее можно добавить дозатор, но если вы будете делать брелок, он не будет держаться. Поэтому лучше сделать такую крышечку. Далее формирую мыло из нежно-розовой полимерной глины. Катаю тонкий жгутик из белой полимерной глины с эффектом полупрозрачности после запекания. Отрезаю маленькие кусочки, скатываю шарики и прижимаю на мыло. Вот так миленько получается. И так как это будет подвеска на брелок, перед запеканием обязательно вкручиваю ушко. Когда передняя часть маски запеклась, можно приступать к обратной стороне. Скатываю тонкий жгутик для будущих шлейк. Он должен получиться равномерным. Наношу немного жидкой пластики, чтобы детали между собой хорошенько закрепились. И аккуратно фиксирую края. Из белой полимерной глины сделала такой же прямоугольничек по размеру маски. Прижимаю его и фиксирую. И те, кто тоже лепили из полимерной глины, запекаем все изделия в духовке под инструкцией на упаковке. Все запеклось. Получилась такая масочка, антисептик и мыло. Из них я сделала брелочек. Как без использования швейной машинки сделать себе черную стильную защитную маску в стиле ТикТок? Основа будет из черной ткани. По этой выкройке буду делать маску. Это стандартные размеры. И если хотите сделать в стиле ТикТок, для распечатки сделайте скрин моего рисунка. Или срисуйте с экрана. Также для декора я воспользуюсь фломастерами. Это самые обычные. Номер 2 и 67, если у кого-то есть такие же. Черная основа готова. Для создания декора вырезаю значок ТикТок, но только в один слой, то есть одного цвета. Переносим на фетр и вырезаем две детали. Эти детали нужно закрепить на основе. Можете пришить или приклеить, если найдете фетр на клейкой основе. А именно, когда закрепили первую деталь, нужно ее прокрасить как на значке ТикТока. Эта маска будет ветрозащитная, противопылевая, отлично подойдет для катания на велосипеде или выхода на улицу при карантине. Также в ней можно снимать прикольные видео в ТикТок. Затем нужно прикрепить вторую часть, немножко сдвигая, как выглядит на значке. И закрашиваем в нужных местах. Таких масок можно сделать много, не обязательно со значком ТикТока, а просто много черных масочек. Это универсальные маски. И несмотря на то, что маска черная, черные шлейки я делать не хочу, потому что это грубо, некрасиво. Хочу белые сделать из белой ленточки. Пришиваю по краям обмёточным петельным швом. А для того, чтобы маска плотнее прилегала к лицу, делаю защипы для объема. И прошиваю самым обычным швом. Постепенно делаю расстояние все меньше и меньше. И вот такой объем получается в итоге. Маска полностью готова. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Кликните на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также рекомендую к просмотру предыдущие. Всем хорошего дня и до скорых встреч!